Всем привет, и в этом видео я вам покажу очень сильную ловушку, в которой мы гарантированно побеждаем. Обязательно досмотрите до конца, она будет очень полезна для вас. Погнали, мы играем за белых, начинаем партию ходом Е4, черный играет С5, сицилианская защита. Мы играем Д4, выводим свою пешку в центр, черный ее забирает. Ну и далее мы не забираем эту пешку, а играем С3, жертвуем вторую пешку, черный ее тоже забирает, и мы в ответ забираем конь С3. Что у нас в этой позиции? В этой позиции у нас конь, мы пожертвовали одну пешку, но у нас конь развит, а также вскрылась вот эта диагональ, и слон раскрылся, а также у нас пешка в центре. А у черных вообще ничего нет, ничего не развито, просто начальная позиция, просто пешки нет. Черный играет Е5, хотя тоже вывесит своего слона, вывесит своего ферзя и продолжит развитие. Ну и в этой позиции мы играем конь Ф3, нападаем на эту пешку на Е5. Черные очень жадные, и они играют Д6, они защищают пешку на Е5, но на самом деле лучше в этой позиции сыграть конь С6, чтобы именно с развитием защитить пешку на Е5, потом можно еще конь Ф6, слон С5, или же слон Е7 сыграть, и просто будет нормальная позиция. Но черный играет Д6, они хотят пешку защитить, мы играем слон С4, выводим слона, и в дальнейшем мы хотим сыграть конь Ж5, мы видим то, что эта диагональ открыта, и используем это. Мы играем конь Ж5, чтобы забрать на Е7, сделать двойной удар, ну и черные хотят защититься от этого, они играют А6, они не дают нам этого сделать. Но в этой позиции мы не через этот путь, а через слона в 7 шах сначала делаем, то есть жертвуем слона. Черный король, конечно же, забирает, ну и мы не конь Ж5, а конь Е5. Вот таким вот образом выиграем партию, потому что следует шах, и если забирает, то мы просто забираем Ферзя, и у нас выиграны позиции. Из-за этого после конь Е5 шах, черный король отходит на Е8, ну и в этой позиции мы играем Ферзя H5 шах, и больше никак не защититься, потому что на король Е7 мы просто играем Ферзя F7. На Ж6 также забираем, и также следует мат. А что будет, если черный король отойдет не на Е8? Ну, думаю, что черный король не будет уходить куда-то в центр, потому что мы просто играем шах, там на король Е7, или же король Е6, Ферзя F7 шах и мат. Начинаем партию с ходом Е4. Черный играет конь Е6, защита Лехина. Мы играем Е5, нападаем на коня, и черный делает самый сильный ход, это один из вариантов, конь Д5. Мы играем Д4, подкрепляем свою пешку на Е5. Ну и далее черный играет Д6, нападает на нашу пешку на Е5. Мы ее защищаем ходом коня Ф3, и далее черный играет Ж6, в цели того, чтобы фенкетировать своего слона и в дальнейшем нападать на наши пешки. Мы играем конь Ж5. Далее черный играет слон Ж7, выводит своего слона, и тут мы жертвуем коня, конь Ф7. Черный обязан забирать, потому что иначе мы заберем, либо же Ферзя, либо же Ладью. Они забирают король Ф7. Мы играем Ферзя Ф3, шах, и одновременно нападаем на коня. Из-за этого черный король обязан сыграть король Е6, чтобы защитить коня на Д5. Также конь Ф6 тоже не проходит, потому что мы просто забираем. Из-за этого черный король играет Е6. Мы играем С4, нападаем на коня. Черный конь отходит на Б6, и мы играем Д5. Шах, черному королю приходится уходить, либо же забирать пешку на Е5. То есть два выхода, либо же забирает на Е5, либо же на Д7. Если забирает на Е5, то мы играем Ферзя Ф4, это шах и мат. Если же отходит на Д7, то мы ставим блестящий мат в два хода. Е6, шах, единственное отступление король Е8. Ферзя Ф7, шах и мат. Это у нас первая ловушка, можете применить. Она очень легкая, и это гарантированная победа. Переходим ко второй ловушке. Е4, Е5. Конь Ф3, конь С6. Все медленно. Слон В5, и это у нас испанская партия. Далее черный играет А6, нападает на нашего слона. И мы можем отойти на А4, можем отойти на Е2. Но в этой позиции мы забираем коня, играем слон С6. Далее черный забирает нашего слона, ДС, и раскрывает для слона. Они могут, как бы, связать нашего коня. И также открывают поле, точнее диагональ, вертикаль для Ферзя. Мы делаем рокировку. Слон Ж4 играет. Черный связывает нашего коня на Ф3. Мы играем А3. Нападаем на слона, хотим его прогнать. И в этой позиции черный отходит на А5. Они не забирают слона. Потому что если они заберут, то они выведут для нас Ферзя. В дальнейшем мы сыграем Д3, конь С3. Слона сможем на Е3 поставить. Из-за этого они не забирают. Отходит наш 5. Мы играем Ж4. До конца нападаем на слона. Слон на Ж6 отходит. Мы играем Е5. Конь Е5. Забираем. И опять же нападаем на слона. И в дальнейшем наш план заключается в том, что сыграть Ф4, Д4. И просто сделать накат пешек. Черный в этой позиции забирает слон Е4. Забирает нашу пешку. И мы играем владея Е1. Нападаем на слона. И одновременно нападаем так вот рентгеном на короля. Черный слон отступает на Д5. И в этой позиции мы делаем блестящий ход. Конь С6. Шах. И одновременно нападаем на Ферзя. Если защититься чем-то другим, мы просто забираем Ферзя и выиграем партию. Если же защититься Ферзем, мы опять же его забираем и побеждаем. Это была вторая ловушка. Тоже можете применить ее. Это у нас третья ловушка. Мы играем за белых. Начинаем партию ходом Е4. Черный отвечает С5. Сицилианская защита. Мы играем Конь Ф3. Д6. И мы можем сыграть в этой позиции Д4. Но мы играем... Это один из вариантов. Но мы играем Конь С3. Выводим вторую свою фигуру. Второго свою тяжелую фигуру. Коня. Далее. Черный играет Ферзь Б6. С целью того, чтобы в дальнейшем сыграть Е6. Д5. Д4 сыграть. И в дальнейшем просто сделать нападение на нас. В этой позиции мы играем Конь Д5. И нападаем на Ферзя. И ставим Коня в центр. После этого Черный Ферзь. Приходится ему отходить. Он отходит на С6. Ну и мы играем Слон Б5. И выигрываем партию. Потому что мы связываем Ферзя. Черный Ферзь должен отходить. Его же забирать нашего Слона. И если он забирает, то мы играем Конь С7. Шах. Забираем Ферзя и выиграем партию. А если, допустим, как-то защищается, то просто забираем. И опять же побеждаем. Так вот, дорогие друзья. Обязательно выучите эту ловушку. И переходите по ссылке в комментариях. И посмотрите еще одну ловушку. Она тоже будет очень полезна для вас. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok